Юные спасатели прибыли на озеро Васькино. Три дня учащиеся аграрно-экономического техникума проведут в полевых условиях, где пройдут настоящую школу выживания. Им предстоит тушить горящий автомобиль, спасать утопающего и постигать азы полевой кухни. Жить в палатке и готовить обед на свежем воздухе для Ксении не составляет труда. В школьные годы она не раз ходила с классом в походу с ночевкой. Поэтому на ежегодные полевые сборы юный спасатель поехала с удовольствием. Тем более, что Ксения – будущий спасатель. Я не подразделяю профессию на мужское и женское. Мне кажется, если человек может всё, и не надо разделяться на девушку или мужчину. У меня здесь мой бывший класс, и мне с ним комфортнее. В этом году участники полевого слёта – первокурсники Ненинского аграрно-экономического техникума. Они – будущие спасатели техники. Эта специальность в учебном заведении открылась в 2014 году и сразу стала популярной. Практически весь девятый кадетский класс первой школы продолжил обучение именно по этой специальности. Лёша Левчуков из посёлка Красное в кадетском классе не учился, но на спасателя всё же поступил. Надо было сдавать физическую подготовку и психологический тест. У меня хорошие результаты. Бег. Я вторым прибежал и по потягиванию подтянулся во всю норму. Полевой сбор «Юный спасатель» – первое посвящение в будущую профессию. Сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы расскажут ребятам о теории горения и взрыва, психологии экстремальных ситуаций, аварийно-спасательном оборудовании. Это будет как бы не урок, это будет у них введение специальности. То есть они, как будущие спасатели, будут получать мастер-класс от наших действующих спасателей, уроки, на кого они учатся и что они будут дальше по жизни в своей профессии делать. Ребята и организаторы, региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи к трёхдневным занятиям подготовились основательно. Тёплые вещи, палатки, сбалансированное меню. Полевой сбор продлится до 12 сентября. Валентина Чебичик, Роман Делимарский.